И к другим темам выпуска. В рамках республиканского месячника «Мы за энергоэффективность» в Назарбаев интеллектуальной школе прошел экспериментально-познавательный семинар. Его участники представили свои проекты, в которых рассказали об альтернативных источниках энергии и их использовании. Алена Подласова продолжит тему. Идея создать робота, который будет следить за солнечной энергией, Алине Хафизовой, пришла после прочтения статьи о гелиотропных цветах. Они отслеживают движение солнца в течение дня с востока на запад, а ночью ориентируются бессистемно. Так и с этим аппаратом рассказывает школьница. Его, как и других роботов, которые делают в ниш, собирали из конструктора лего. Он состоит из достаточно простых механизмов, которые позволяют ему вдоль оси опции сдвигаться вправо-влево и вдоль оси ординат вверх-вниз. Чем солнце будет падать больше на солнечную панель, тем будет больше энергии. А вот Фарид Муратов и Нурлан Тругунбаев создали механизм автоматического регулирования работы ветрогенератора. Он не будет зависеть от направления и скорости ветра. У нас лопасти регулируются в зависимости от силы ветра. То есть анимометр считывает показатели, чистоту вращения. Он передает ее на внутренний блок. И лопасти изменяет свой угол в зависимости от силы ветра. И это обеспечивает постоянство выработки энергии. Проводят семинар в рамках республиканской акции «Мы за энергоэффективность» совместно с североказахстанским штабом Жасл-Ель. В 2016-м проект ветрогенератора занял третье место на ежегодной наурызовской встрече в Астане. Это традиционный слет школьников, на котором они презентуют свои научные работы. Алена Подласова, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.